Путина Я думаю, что мы выиграем. Почему? Потому что наша идея бойкота этого голосования обретает все большую силу. Люди начинают понимать, что игры в эти самые наперстки ничего не дадут. Все построено на обмане. Поэтому для того, чтобы осознать это все, людям нужно время. Тем более мы, не имея своих средств информации, мы постепенно с помощью роликов и блогеров, с помощью листовок все-таки свою идею доводим. Она медленно укореняет всего народа понимание того, что этот лидер не совместим с будущим Россией. Вот так, если кратко. Вчера в программе РБК телеканалу известный такой политолог Евгений Гондмахер сказал, что в определенных кругах обсуждается вопрос о том, что возможно вообще будет отменено голосование. Если вы слышали, как вы думаете? Лучше, хуже? Это сложный вопрос. Я думаю, что все вот эти перетряги сейчас, приостановка производства, повышение безработности и так далее, голод уже реально наступает в областях. Вчера вот мы общались. Значит, он ускорит созревание понимания народа в действующей ситуации. Ну, как мы все знаем, русский народ абсолютно бесправен. Так, этого понимания нет у многих. А вот эти катаклизмы, они ускорят. И в целом, пожалуй, нам на руку вот эти всякие передряги. Так, как бы это ни было, как бы кощунственно говорить, все беды народа, они ускоряют его созревание. Ну, и в итоге подведут к тому, что мы радикально переменим обстановку. Ну, если Бог даст, как говорится. Вы знаете, еще такой вопрос. Допустим, среди некоторых западных экспертов существует мнение о том, что вот эта ситуация, сейчас так называемый коронавирус и все остальное, дает возможность существующим во многих странах властям, что называется, не только опробовать обкатать ситуацию, систему вот этого закрытого общества, да, и вечных запретов, но и, может быть, попытку, как вы уже, наверное, слышали во Франции, Италии, чуть ли не автоматчиков, извините меня, оставить на улице. Смотрите. То есть попытка диктатуры. Да. Вот интересная мысль. Я лично пришел к убеждению, что лидеры стран многих, ну, как бы вольно или невольно договорились, с тем, чтобы отыграть на этой ситуации все свои какие-то намерения, так. Вот, например, из Казахстана мне вот сегодня позвонили, говорят, вот Алмата, к примеру, закрыта, причем 27 постов вокруг ловят людей там и так далее. Ну, буквально драконовские какие-то меры предпринимают. Один человек, родственник там, приехал в Алмату из Талгара, это близлежащий город, и не может вернуться домой. Вот, позвонил, говорит, что делать, не знаю. Вот. Значит, что за этим кроется? Очевидно, есть какой-то мировой сговор все-таки. Потому что, как сказал академик Бундеров Игорь Алексеевич, значит, ну, наш человек, в смысле наш по мировоззрению, так. Значит, он сказал, что, значит, цифры и вообще аналитика вот этого происходящего, они как бы не катят на пандемию совершенно. Так, вот. Тем не менее, меры предпринимаются, ну, вообще глобального масштаба. Вот. И есть нестыковка колоссальная между намерением мирового правительства, мы знаем, что оно есть, вот. Вот. И, значит, интересами граждан рядовых. Есть большая нестыковка. Причем у нас в Москве это мало пока чувствуется. Народ, ну, как по своей русской традиции, он халатно относится ко всему и так далее. Но обстановка явно ужесточается. Примерно так. Ну что ж, было очень интересно. Спасибо вам за краткую, но очень интересную беседу. Спасибо.